Сегодня Банк Эстонии представил последний экономический прогноз, причем как на завершающийся 2022 год, так и на предстоящий 2023, и даже 2024 и 2025. Последние два года, возможно, выбраны не случайно, ведь именно тогда нас ждет восстановление экономики, а также восстановление нашей нормальной покупательской способности. Впереди же 2023 год. Он будет сложный, особенно первая ее половина. Нас ждет по-прежнему высокая инфляция, не столь высокая, как в 2022 году, но все же. Говорят, что энергоносители не будут дорожать столь стремительно, но заодно нас ждет подорожание, и причем очень серьезная, пищевой потребительской корзина. Прогнозы на этот год неоднократно корректировались, ведь в первом полугодии казалось, что наша страна не только успешнее многих европейских стран справилась с коронакризисом, но и удачно развивалась дальше. Увы, разразился энергетический кризис и война в Украине. На еще и третий квартал многие предприятия закончили с прибылью. Правда, в текущих ценах, ведь инфляция уже превысила 20%. Тем не менее, в розничной торговле сложилась парадоксальная ситуация. В уходящем году, в ситуацию, когда рост цен уже был в Эстонии очень значительным, то не менять свои потребительские привычки многим эстоноземельцам помогло то, что у них есть некий ресурс, накопленный во время коронакризиса. Просто эти деньги некуда было потратить, а реформа пенсионной системы создала дополнительный буфер. Но в итоге прогноз этого года – падение экономики на полпроцента. А в следующем – рост, но очень незначительный, всего в 0,4%. Инфляция должна уменьшиться вдвое из 20% примерно до 10%. Подобные цифры могут радовать лишь в сравнении с катастрофическим ростом цен, который мы наблюдаем сейчас. Проблема бы в том, что рост цен на энергии пока еще не в полной мере отразился на многих продуктах, в частности на еде. Но это неизбежно, причем влияние кажется всеобъемлющим. Конец этого года и начало следующего в отношении экономического роста станут самой низкой точкой. Но учитывая то, что доходы людей продолжают расти, мы также считаем, что безработица не должна сильно увеличиться. Тогда и чувство уверенности у потребителей восстановится. Покупательская способность начнет постепенно возрастать со второй половины следующего года. И еще мы надеемся, что низший пункт все же придется на начало следующего года. Жители страны уже меняют привычки выбирать товары со скидками, следят за распродажами и предпочитают более дешевые бренды. Но и предприятий, как промышленных, так и у торговых, ресурсов для скидок осталось немного. Особенно это касается именно дешевых товаров. Градует лишь рынок труда. Благодаря этому, в отличие от кризиса 2008 года, когда безработица составляла около 20% и никто не решался говорить о повышении зарплат, сейчас, напротив, инфляция вынуждает работодателей поднимать доходы работников. Зато специалисты вспомнили про забытый энергетический кризис конца 70-х годов прошлого века. Обнадеживающими выглядят лишь прогнозы на 2024-2025 годы. Экономический рост 3-4%, инфляция 2-3%, а рост зарплат по-прежнему 7-8%. Средняя брутая зарплата, то есть до вычета налогов, перевалит за 2000 евро. Впрочем, не стоит ликовать. В новой реальности эта сумма может и не показаться слишком высокой. К тому же сейчас никто не поручится, что эти прогнозы не придется пересмотреть. Михаил Владиславов, Андрес Лайгу, Новости Таллина.